Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! В этом видео расскажу, как я подкармливаю кабачки, когда у них начинает завязываться пятый лист и при появлении шестого, седьмого листа. Кабачки в это время нужно подкармливать калийно-фосфорными удобрениями. Самая хорошая подкормка для кабачков из калийных удобрений это древесная зола. Древесной золой я подкармливаю вот как раз в этот период, в период наращивания зеленой массы. Древесную золу я рассыпаю вокруг кабачков и путем рыхления заделываю в землю. После этого поливаю кабачки, когда первая подкормка, всегда азотными удобрениями. Кто-то подкармливает мочевиной, кто-то коровяком, там тоже есть азот. Я подкармливаю нашатырным спиртом, аммиаком, 2 столовых ложки на 10 литров воды. Древесная зола, я считаю, это самое главное удобрение для кабачков. Те, кто любит подкармливать комплексными минеральными удобрениями, могут использовать другие калийные удобрения, например, монофосфат калия или сульфат калия. Но я больше сторонник для кабачков использовать древесную золу. А вот когда кабачки уже начнут цвести, то их хорошо подкормить настоем коровяка и чередовать. Если сейчас в период наращивания 5-7 листа подкармливаем древесной золой, то когда кабачки зацветут, их подкармливать нужно коровяком или зеленым удобрением. И вот после коровяка чередуем, снова подкармливаем. В период, когда уже у кабачков появятся плоды, я подкармливаю золой. И такое вот чередование древесной золы и коровяка зеленого удобрения дает хороший результат. Поливать кабачки тоже нужно умеренно. Если лишнего поливать, то они будут плохо храниться от излишней влаги. А если давать мало воды, то они будут немножко, ну не совсем горчить, но вкусу не будут такими вкусными. И еще хочу сказать в конце видео, что дрожжами я кабачки не подкармливаю. Если дрожжами подкармливать, то нужно только всего один раз. Потому что это скажется на качестве кабачков при консервации. Спасибо за внимание.